Книга «Открытым оком», том 1, тема крещения, вопрос 71. В московской патриархии почти нигде нет истинного крещения, и вполне возможно, что священники сами не крещены в полное погружение. Если такой священник понял и правильно начал крестить в полное погружение, то будет ли такое крещение истинным? Отвечает Игнатий Тихон Члапкин. Как не прискорбно и как я не упираюсь против таких ответов, где нельзя доказать по священному Писанию, и все же приходится на такой вопрос сказать, что я православный, и доколе являюсь таковым не на словах, а на деле. Я многое принимаю в православии того, что мне не нравится, но этого уже не навязываю и не проповедую о том. Сошлюсь на доказательство Ф.Е. Мельникова. Скажут, что-то нелогично. Здесь все-таки не так все просто, как кажется. Такие важнейшие таинства, как крещение, прообразованные в Ветхом Завете обрезанием. Бог не поставил в прямую зависимость от другого человека, но сделал так, что ее можно и по нужде исполнить и не священнику. Женщина Сепфора обрезала своих детей. Исход. 4.25. Тогда Сепфора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плод сына своего и, бросив к ногам его, сказала «Ты жених крови у меня», хотя обрезание должно было совершаться только в храме. Правда, это было еще до принятия закона. Так и крещение допускается не только мирянином, но и женщиной. Только бы правильно были произнесены слова «Это совершается только тогда, когда нет священника нигде при великой нужде». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!